Еще одна напасть, которая пришла, собственно говоря, вслед за пропавшими яйцами, ну вот стало ясно, что первично яйца или курица, все-таки яйца, потому что яйца пропали первыми, она сейчас пропала и курицам, курятинам. На это пожаловались жители сразу нескольких российских городов крупных, в том числе Челябинска, Самары, Екатеринбурга. Института говорят, что на прилавках нет ни бедрышек, ни крыльев, ни грудки. Покупатели предполагают, что все эти продукты прошли на новогодние столы, новых поставок вот нет. Рад приветствовать в нашем эфире Максима Бланта, экономического обзревателя. Максим, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что нашли для нас время. Ну, я бы хотел показать вам фотографии, может быть, вы их так уже видели, но не грех, как говорится, и напомнить, в крупных российских универмагах пропадает, улетает прямо-таки, убегает с прилавков курятина. Хотя, вы знаете, я сейчас нашел интервью господина Патрушева-младшего, буквально 25 декабря он говорил, что, ну, в целом, да, есть такая проблема с яйцами, с курицей, мы все знаем, но уже как будто цены стали возвращаться к норме, и куриное мясо у женщины дешеветь, а цены на яйца пойдут вниз после Нового года. Ну, вот как-то ситуация не налаживается. А как вы объясняете то, что сейчас пропала такая базовая вещь с прилавков магазинов, как мясо с курицей? Ну, я думаю, что мясо с курицей пропало с прилавков магазинов, еще начало пропадать в доябре, в декабре. Объясняется тем, что денег у людей довольно много, а товаров, которые можно на эти деньги купить, становится все меньше. Это связано с внутренним производством в России и с тем фактом, что по импорту получается покупать далеко не все, что можно купить. Вот, соответственно, товары пропадают. И то, что пропали куриное мясо и яйца, говорит о том, что довольно много людей в России живет на границе черты бедности. Соответственно, когда у них появляется чуть больше денег, чем было раньше, они начинают потреблять больше белка. Самый дешевый белок до последнего времени, это были как раз куриное мясо и яйца. Ну, вот, соответственно, так и получается. В вашем прогнозе экономическом на следующий год меня заинтересовал один пункт – продовольственные карточки. Ну, вот это еще один камешек вот в эту чашу, который все больше убеждает нас в том, что так или иначе, но введут, вернее, вернут, да, давайте уж так говорить, такой атовизм. Ну, разговоры об этом ведутся действительно уже несколько лет, о том, что давайте вот мы для тех людей, которые не могут вырваться с этой границы бедности, ведем какую-то нормированную и гарантированную распределительную систему, а для всех остальных мы просто отпустим цены, потому что если мы посмотрим на последний год, на 23-й, то постоянно же что-то пропадало, а то одно, то другое, то бензин пропал с дизелем, то проблемы с овощами, которые потом резко выросли в цене, то проблемы вот в конце года с курами и с яйцами. И, ну, я говорю, что это все последствия того, что экономика переходит на военные рельсы, гражданской продукции производится меньше, там ряд причин, огромное количество причин этого, но главная базовая, сундаментальная причина того, что пропадает то одно, то другое, заключается в том, что денег стало больше, благодаря бюджетной накачке экономики. А товаров производится меньше, гражданского производства. Рост российской экономики обеспечивается за счет производства оружия, за счет производства того, что потребляет воюющая армия. Это не только патроны с боеприпасами, но и валенки, сапоги, обмундирование, тоже топливо, дизельное, пенсионное и так далее. Там потом перечислять можно много по оборонзаказу, закупается много всего. Все это производится людьми, которые заняты, и раньше были заняты на производстве гражданской продукции, удовлетворявшей платежеспособный спрос. Соответственно, чем больше правительство вкидывает денег в виде военных заказов, в виде повышенных социальных пособий, которые нужно повышать, чтобы люди как-то проглатывали ту действительность, которая их окружает. Денег становится больше, а товаров народного потребления нет. И вот все эти разговоры о том, что санкции неэффективны, никому не нужны, ни на что не влияют, они разбиваются вот об эти факты того, что в России возвращается либо дефицит, либо инфляция. Понятно, что с курами и с яйцами они вопрос решат, потому что уже куры повезут из Турции, Азербайджана, яйца повезут там со всех стран окружающих Россию, но, ну значит, попадут там в следующий раз макароны, которые делают из пшеницы твердых сортов, или пропадет там очередная порция овощей, а то и вовсе грим. За всем уследить невозможно, и правительство сейчас превратилось в пожарную команду, которая тушит то один пожар, то другой. Да, то у них с одним они наладили. В принципе, это в нормальной работающей экономике, министры не должны искать, откуда им завести партию яиц или партию куриного мяса. Но это только в начале 90-х ножки Буша. И ну и сейчас возвращается та же самая система. Может быть, ножки Си будут? Или что-то в таком духе про яйца Эрдогана уже шутили? Да, яйца Эрдогана, да. Ну, может быть, там как-то Александр Григорьевич поможет. Хотя у него тоже учиться не даст. Да, про макароны, кстати говоря, вы сказали. Я вспомнил такой был бренд макарон шебекинский или шебекина. Говорят, то самое, которое в Белгородской области. Максим, а что еще подражает, как вы думаете? Ну, вот Белгородская область. Вот смотрите, да, шебекинские макароны. В принципе, все вот эти макаронные папиросные фабрики, они же строились как фабрики двойного назначения. И, соответственно, на этих макаронных фабриках стали производить боеприпасы и артиллерийский порох, который выглядит примерно как макарон. Вот, соответственно, ну вот, пороха стало больше, а порох же в кастрюлю не насыпешь, и макароны из них и пасту не сделаешь. Вот отсюда и происходят эти проблемы продуктов. Как вы думаете, а что еще может подражать в ближайшее время? Ну, все по кругу должно подорожать, по идее, да, все потребительские товары. И медленнее, скажем так, будет дорожать то, на что правительство будет обращать пристальное внимание. Да, то есть, но из-за того, что вот это пристальное внимание правительства, и не только правительства, да, под ними я имею в виду широкое правительство, включая Генеральную прокуратуру, включая Федеральную антимонопольную службу и всех прочих, да, ведь только вспомните, как начинается любая история с яйцами, с топливом, с чем угодно, начинается антимонопольное разбирательство, начинают прижимать и производителей, и ритейлеров, выкручивать им руки, чтобы они не повышали на оценки или ограничивали на оценки, там, там, 5% или чем-то еще. Да вот, тут же начинается открывать дела Генеральной прокуратуры, искать виновных, там, не знаю, как уж они ищут, ну, видимо, по аналогии с средств от комендарма, сейчас эти аналогии все чаще возвращаются с саботажников, да, вот, и я не удивлюсь, если там саботажников каких-нибудь найдут, найдут рано или поздно, потому что, поскольку эти дела часто открываются, то, соответственно, и поиски принесут рано или поздно результат. Да вот, соответственно, производство страдает, потому что связываться с производством того, на что правительство такое пристально, да, так пристально за этим следит, в общем, не очень интересно, да, интересно производить то, что, как-то, чем можно торговать более-менее свободно. Ну, вот, соответственно, ну, вот, отсюда и следует вывод о том, что государству придется взять на себя роль распределителя и такого, скажем так, в том числе, наверное, и производителя, да, придется и производить что-то. Я не удивлюсь, если там хлебные заводы, ну, хотя они и так уже, в общем, на половину государственные, окончательно будут все приватизированы, национализированы, да. Ну, вот, соответственно, какой-то минимум придется обеспечивать именно таким способом. Ну, сейчас ведь у нас еще и предвыборная пора, предвыборный цикл. Насколько это все может сказаться на настроениях россиян, которым в середине марта, напомню, предстоит пойти на участки и поставить там где-то галочку? Вот насколько это скажется на настроениях россиян, я сильно сомневаюсь, что сильно скажется, потому что Путин же перед выборами обычно проводит раздачу пирожков. Да, и вот я уверен совершенно, что всем министрам перед, после этой истории с яйцами накрутили хвост, чтобы, не дай бог, не допустить какого-нибудь дефицита там. Думаю, ни одно совещание закрытое на отсчет рахтов. И параллельно будет, соответственно, раздача слонов и пирожков. А вот после того, как выборы закончатся, все эти слоны и пирожки, которые они будут раздавать в денежной форме, понятно, они все придут на рынок, вот тогда-то как раз и несоответствие между количеством денег и количеством товаров, которые можно на эти деньги купить, оно и даст себя знать. Тем более, что опять сейчас есть еще одна неприятная для российского правительства тенденция. Началась Саудовская Аравия, началась снижать цены на свою нефть. Соответственно, цены на нефть на мировом рынке начали падать. Это значит, что валютная выручка, на которую можно быстро купить те же яйца, она будет меньше. А поскольку на эту выручку претендуют не только импортеры продовольствия и потребительских товаров, но и оборонный сектор, который не сможет без китайских стиральных машин, из которых вынимают чипы, строить свои ракеты, они-то в приоритете. Соответственно, здесь нужно будет думать, на что эту валютную выручку пускать. Уже нефтедолларов у России нет давно, есть нефтью и они, но это не важно совершенно. Главное, что возможности быстрого импорта тех пожарных мер, которые принимались для того, чтобы решить проблему с яйцами, они будут ограничены. Друзья, спасибо, что вы смотрите наши программы, наши видео. Это очень важно, это очень ценно, и мы благодарны каждому из вас. Не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться на наш YouTube-канал и, возможно, кинуть ссылку своим друзьям, коллегам или родственникам. Так нас и вас станет еще больше.